Оперные певцы, дышим, знаете как, вдыхают через нос, и воздух у них проходит, 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 и набирается сюда вот в животе, правда. А потом они его долго-долго, в протяжении многих фраз растягивают и распределяют равномерно. Попробуем с вами что-то. Итак, вдохнули через нос, при этом животное, молодцы, молодцы, поклонились. Здорово, замечательно, замечательно, как настоящие оперные певцы. Что такое опера или бретта, узнали сегодня пятиклашки 27-й школы. Урок у них ведет учитель музыки из другого учебного заведения. Несмотря на то, что дети не свои, Татьяна быстро установила с ними контакт, помог почти 20-летний стаж работы. За 30 минут школьники узнали историю оперы, научились дышать, как оперные певцы, и исполнили песню. Туча срок роман сговаривалась, ты грибный, а я дождь раздаю. В близким землю весенним дождем, кто до святики возрадуются. Татьяна уже участвовала в подобном конкурсе в Иркутской области. Переехав в Читу, решила испытать свои силы вновь. По словам учителя, школа – это ее стихия. На каждом уроке она помогает детям отыскать свои таланты. Привлечение к художественному творчеству, ну и, конечно же, воспитание культуры, как общей культуры человека, так и культуры взаимоотношений, культуры эстетики, отношения к окружающему, отношения друг к другу. Все это воспитывается через музыку. Может быть, это, конечно, не скромно, но мне так кажется, что дети любят мои уроки. Профессионализм преподавателей оценивает конкурсная комиссия. На мой взгляд, самое первое, как ни странно, это такой некий профессиональный драйв. Это хочется, это есть желание, это хочется победить, поучаствовать. Азарт некий профессиональный. Здесь нужен и артистизм в том числе, и умение ладить с людьми, с детьми. Как показал открытый урок, Татьяна Долина умеет ладить с детьми. Ей легко удалось найти подход к ученикам. Он как бы необычный был сегодня, не как все. Хотели бы, чтобы каждый день у вас были такие уроки? Да, очень. Учительница была очень добрая, у нее такой голос добрый, она улыбалась все время. Первый этап конкурса завершится в конце ноября. На втором этапе педагогам предстоят открытые дискуссии и мастер-классы. Следующий этап – краевой конкурс «Учитель года». А самый лучший педагог отправится на всероссийский конкурс. Марина Кузнецова, Дмитрий Пеникин. Время новостей.